приветствую дорогие друзья приветствую с наступающим и с наступившим новым годом с наступившим 2023 годом я так рада что сегодня могу выйти к вам было много препятствий но все-таки решила что сегодня правильный день выйти в эфир поделиться моими впечатлениями поделиться тем что бог положил мне на сердце и не только положил мне бог на сердце но и то что уже мне пришлось пройти в течение года двух тысяч и двадцать второго года это совсем был другой опыт он продолжается но он слегка по-другому этот год слегка по-другому уже этот год двух тысяч и двадцать третий слегка как говорится легче но в другом направлении потому что к этому легче в кавычках было очень много приложено усилий много было приложено трудов вы знаете когда выхожу к вам я готовлюсь по особенному мы очень часто встречаем наших спикеров наших учителей да там пастырей и и других людей которые лекции читают те которые говорят о своей жизни это большой труд друзьям хочу сказать и нелегко выйти у каждого из свои жизненные обстоятельства дети семья работа муж финансовые ситуации физические или просто себя не чувствуешь вот уверенно ли хорошо чтобы можно было выйти в эфир или выйти на на сцену перед публикой и к этому надо себя готовить иногда это бывает у меня спонтанно иногда бывает запланировано обычно я выхожу по субботам не каждую субботу планировали каждую субботу в течение месяца но здесь не получается личность сама с моим настроением не всегда она в той норме чтобы можно было выйти вам улыбаться рассказывать делиться опытом шевелить память и выкладывать энергию и эмоции хочу вам сказать друзья что это нелегко например готовиться к выходу вам расскажу вот сегодня слегка так чтобы каждый из вас мог оценить те кто может никогда не выходили сами в эфир может никогда не были на радио в качестве гостя в передаче не выходили сами в лайв фейсбук как-то привыкли слушать привыкли так что вот ну вышел человек себе вышел рассказал послушаем интересно слушай мне интересно поехали дальше да пролист пролистываем как книгу что попадется интересного или просто от скуки скажу друзья сегодня был очень интересный момент утром был сегодня appointment где-то на 8 30 затем я приехала домой приготовила моего сына с особыми нуждами марк у меня марк аутистик ему 26 лет приготовила его для того чтобы мы могли пойти в по другим нашим делам и также я взяла его в джим у нас были еще как две остановочки и после джима приехала домой приготовила обед и покормила моего сына и естественно слава богу что я сама могла себя насытить и начала готовиться к передаче даже приготовиться к передаче выйти к вам естественно надо собраться с эмоциями и найти энергию и скажу вам что вот именно пойти в спортивный зал энергия все-таки эмоционально добавляется эндорфин гормоны счастья как говорят о них они как-то все-таки балансирует и дает вот такое определенное настроение определенное и я вам скажу что здесь конечно перед вами елена шеф лена которая всегда старается делиться то ли в горести то ли в радости то ли в печали в скорби я часто очень пошагово объясняю выхожу для того чтобы каждый из моих прекрасных друзей на фейсбуке мог увидеть услышать и с кем-то поделиться я делилась моей любовью моей романтикой с моим мужем виктор шеф и очень многое делилась делилась как жить в трудностях сложностях как проходить как укреплять и брак как понимать друг друга как романтика склеивает брак как она помогает дом зажигать любовь вы знаете эти темы еще у меня они есть и будут я на эту тему буду много говорить потому что тридцать два года и три месяца прожив с моим мужем виктор шеф который сейчас у господа я вам скажу опыт есть и он благословенный опыт именно уважение к вашему мужу почтение к вашему мужу поможет вам приобрести вашего мужа и также увеличить любовь вашего мужа к вам посредством того что в каждая из нас женщина все-таки мы чувствительны к тому как другой себе человек чувствовать как чувствовать себя близки особенно точно которую вы знаете и мы можем помочь возгребать любовь и это будет другая тема но я тоже делилась протяжении нашей вот жизни с витенькой виктор шеф последних где-то лет наверное двенадцать я очень активно и мой муж также писали стихи и приходили к вам с нашими темами также как жить в семье с особым ребенком у ребенка у которого особенные нужды как устоять этой семье как не развестись не разбежаться как помочь ребенку быть спокойнее в семье и как найти опять точки соприкосновения с мужем для того чтобы найти ответы на такие дилеммы на которые другой раз не врачи не психологи даже друзья ваши не смогут вам ответить потому что в ваших жизни в вашей как друг раз говорится шкуре но никто не сможет понять вас так насколько вы знаете себя и начнете изучать себя эти темы были озвучены очень детально пошагово протяжении где-то можно сказать последних десять лет до того как заболел мой муж мой муж виктор шеф заболел и было диагноз поставлен в июне 16 июня 2000 двадцать первом году о том что у него четвертая степень аденокарсинома рак желудка и это было очень уже очень плохо и и и для него это только чудо могло спасти моего мужа и я с этим активно делилась на фейсбуке и также попросим и по просьбам моего мужа я делилась о том как происходит процесс где лучше как было хуже вы все участвовали финансовой поддержки когда по просьбам моего мужа я вышла с go fund me для того чтобы помочь ему лечиться лечение было натуральным и то что выбрал мой муж что что поддерживала его и давала ему quality of life на протяжении пяти месяцев перед тем как он ушел к господу это благодарность богу за каждого из вас то участвовал в молитвах поддержки словами финансами и так далее мой муж ушел господу ровно будет 12 января в этом году двухтысяча двадцать третьем будет ровно год вот этим таким сообщением с такой можно сказать датой я выхожу сегодня чтобы сказать моим драгоценным людям как бог помогает пройти именно мне я не хочу сказать что так такая вот такой рецепт для каждой вдовы такой рецепт для каждой матери которая потеряла ребенка или такой рецепт для каждого вдовца который потерял свою жену то ли потеряли сестры своего брата братья сестер которые особенно близки были которые особенно друг друга любили которые особенно разделяли вместе свои радости и печали я говорю о том как это и я буду говорить я прожила я делилась протяжена протяжении И прошлого года, 2022-го, я начала чаще-чаще выходить в эфир. Я писала свои комментарии о моём состоянии. Бог давал мне писать стихи. Стихи были разные, были очень печальные, были настолько печальные и грустные, что не все могли их читать. Потом по мере того, как время шло, и Бог мне помогал проходить каждый день и жить один час в день, особенно первые семь месяцев, и особенно первые несколько месяцев. Один час в день мне дали такую инструкцию, постаря американцы, когда они молились о том, чтобы Господь помог моему мужу перейти, о том, как они молились, для того, чтобы мне Бог дал силы. Мне сказали, Лена, живи один час в день, потому что с таким горем и утратой тяжело прожить. Дорогие друзья, тяжело вашим близким прожить, те, которые в горе. И говорить, что с вами Иисус, да возьми себе в руки, да не будь таким, как ребёнком, иди вперёд, что тебя останавливает, уже отдайся Господу, Бог твой муж, Бог твой учитель, Дух Святой рядом. Вы знаете, оно мне всё это напоминало мне об этом, но оно меня не наполняло, потому что надо было одной лично мне, лично мне найти выход. И мужество, женское мужество, с Божьей помощью, с вашими молитвами, вот что поддерживает. С вашим вниманием, те, что виртуально оказывали внимание, читали мои посты, читали мои стихи, которые писала о моей утрате, о моём состоянии, о моём небесном Витеньке, моём муже Виктор Шеф. Каждый из вас внёс свой вклад определённый. Ваши слова, когда вы пишете кому-то в комментариях, да утешит тебя Господь, мы молимся, или какое-то место списания, вы не думаете, что это просто так вы написали и пошли дальше листать. Вот именно эти слова поддерживают людей, даже виртуально. Не всегда ты можешь на таком уровне физическом почувствовать присутствие. Может, не у всех же есть время. Первые две недели, для кого-то первый месяц, а потом разбегаются люди, особенно родственники. Особенно говорят родственники с другой стороны, там, например, родственники мужа, если жена осталась в живых, муж ушёл, они как-то вот первое время побыли, а потом ушли, и у них своя жизнь. Нет дела до невестки, например. Да, в моём случае, слава Богу, это не так. Виктора сестрички, Лариса Бубела, Оксана Аткинсона, очень-очень пытались и всегда пытаются поддерживать и словом, и делом. И поддерживали финансово, поддерживают в молитвах. Присылает Лариса цветы для того, чтобы поддержать на такие большие праздники, как мой день рождения, такой, как был, например, у меня 33 года со дня свадьбы, которую мы бы праздновали 24 сентября в прошлом году с Витенькой, но он был на небе, и он празднует каждый день во славе Господа, в Царстве Небесном. И вот это, что меня радует, в Царстве Небесном, рядом с Господом, в Его любви. И вы знаете, в другой раз, когда бывает очень сложно на душе, я смотрю, Бог посылает друзей, стучатся в двери, звонят, «Лена, что ты делаешь?» И вы знаете, хочется в другой раз мне или не хочется отвечать, или выходить куда-то в кафе, или принимать друзей. Я поняла внутри для себя, друзья, что это очень важно — отвечать взаимностью. И я всё бросала, когда могла, кроме, может, работы, брала моего сына с особими нуждами и ехала с моими друзьями. Бог послал мне новых прекрасных друзей. И особенно в этом штате, когда мы переехали, мы не успели приобрести новых друзей в то время, когда Витенька болел, во время пандемии COVID. И когда уже он ушёл Господу, сложно было. Но Бог посылал тех людей, которые уже знали, здесь близко жили, о том, что произошло в моей жизни. И Бог действовал и помогал. То есть Бог посылает людей к нам. И наша ответная реакция, та реакция, которая у вдовы, да, у вдовца, очень важна, чтобы мы могли найти это общение с друзьями, которых посылает нам Бог. И было такое, что у меня по двери стучали, оставляли букеты цветов, какие-то подарочные, такие вот в корзинах разные принадлежности. Приглашали меня и дарили мне какие-то вот новогодние, очень приятные, такие женские радости, подарки. И присылали по почте, друзья, я очень благодарю всех, кто прислали мне по почте сувенирчики во время праздников. Это ободряет. Это напоминает мне, как мне надо также помогать тем людям, которым будет утрата или у которых уже есть утрата. Помимо молитвы, если Иисус побуждает вам постучаться в двери, кто или иной нужде, в дом плача, не отмахивайтесь. Не говорите, а, это мне так показалось. Или там у неё много, как мне часто говорят, да там тебе столько пишут, что мы там тебе напишем ещё на твоей страничке. Там столько пишут, там мой коммент или комментарий потеряется. Нет, друзья, ничего не теряется. А особенно у Бога, каждое ваше доброе слово, оно записано в книге жизни. И даже если вдруг оно что-то и потерялось, вы знаете, другой раз выходишь опять на Фейсбук, смотришь, видишь вот этот комментарий, как раз тебе говорит по твоей нужде, то есть слово сказанное, побуждение Духа Святого, побуждение внутри вашего принести что-то, написать, вашей подруге, вашей родственнице, пусть даже это будет родственница не по крови, да, вот ваша, а там через мужа усопшего, этой родственницы, или так далее. Вы знаете, не оставьте себя в такие рамки, что это меня уже не касается. Мы проверяемся таким образом, проверяясь я, как мне реагировать и воспринимать, и проходить мой путь одной, и искать Бога. И принимать от Бога не только всё доброе, но и то, что в жизни, как мы говорим, плохое, да, хотя мы знаем, у Бога нет ничего плохого, но мы принимаем, вот это даже трудности, болезни, переживания, мы верим, мы молимся. Не все получают исцеление, далеко не все, но я знаю, что у многих оно есть, оно приходит в жизнь. Моему мужу это не пришло, он надеялся до последнего его дыхания. И, видимо, как я сейчас понимаю, больше и больше и глубже, этот был момент, когда Господь поставил точку в его жизни, и теперь испытываюсь я. Хотя я раньше испытывалась тоже разными путями. И Бог готовил меня именно сегодня к этому переживаниям, именно сегодня к этой платформе, где я могу выйти, поделиться с вами, поделиться на пространствах соцсетей, в Фейсбуке. Другой раз приглашают меня Ира Брикса, Светочка Павленко, приглашают меня на радио. Меня приглашают, не другие люди, которые видят, что в этом будет помощь свидетельства для вдов, для тех, кто потеряли своих близких, детей и так далее. И я с удовольствием иду, потому что в этом я нахожу сейчас моё служение. Делиться и говорить, что Бог именно вот так у меня в моей жизни действует. Ни в коем случае не прописывая путь для вас. Но если что-то вы, мои дорогие друзья, для ваших нужд, найдёте что-то положительное, то, что вам Дух Святой проговорит. И поэтому я делюсь с огромнейшей радостью, с огромнейшим удовольствием. 21 декабря в прошлом году, в 2022 году, Господь меня исцелил именно, как я уже много раз говорила, от боли печали, от боли скорби. Именно от боли, которой я делилась раньше, сегодня у вас будет время. Вернитесь, посмотрите на страничке Facebook, посмотрите моей страничке Ирина Шеф о моём свидетельстве. И я хочу сказать, что Бог именно прикоснулся через 11 месяцев, после того, как мой муж ушёл к Господу, именно прикоснулся 21 декабря для того, чтобы мне помочь пройти дальше. Я его просила 11 месяцев. И умоляла, и просила, и у Господа есть время для каждого из нас, для исцеления. И хочу заметить, что нельзя позволять себе, друзья, впадать в глубокую депрессию. Нельзя. Я знаю, что первые месяцы сложно, но когда это затягивается на больше года, на два, на три, что вы не можете найти себе жизнь, не можете найти в себе желание жить, не можете найти утешение от Бога. Значит, что-то неправильно предпринималось или что-то может не до конца могло как-то вот вам помочь выходить, выходить на этот уровень, где вы сможете встретиться с Иисусом Христом здесь на земле, с Духом Святым. Мы не можем встретиться с нашими любимыми теми, которые уже ушли к Господу. Горевать о них, как будто они ушли в какое-то неизведанное место. Горевать о том, что так глубоко и падать в депрессию даже год уже спустя, в истерике, выплакивать себя. Это получается, я, если я так делаю, я вообще знала внутри, что я это не угодно Богу. И это не было бы никак угодно моему мужу Виктору, который был очень духовный человек и любил Бога. Он мне очень много наставлений дал, и одно из них он мне сказал, скорби сколько положено. Он имел в виду годами, он имел в виду какой-то момент, он понимал, что будет скорбь, и сказал дальше мне по-английски and then move on, move on with your... И ты сказал с чем? Карьера, учёба, жизнь. Сказал потом move on, продолжай жить, двигайся вперёд. И эти наставления мужа, я даже понимаю, что может не все из ваших, вдовушки, друзей, мог муж вам именно так сказать, но я часто говорю то, что мне сказал муж, внутри только есть побужение, для того, чтобы каждому из вас как-то донести, у кого не было такой возможности, чтобы услышали наставления вашего любимого, драгоценного мужа, или может вашей мамочки, которая ушла, или отца, о котором вы оскорбите, или о ребёнке, о котором вы оскорбите, или о брате, о сестре, о котором вы оскорбите. Может вы не услышали конкретно к вам, или вообще не могли услышать из-за диагноза, из-за болезней. Но я знаю, что у каждого из ваших близких, особенно те, которые знали Господа, которые знали, куда они идут, именно это пожелание, оно было для вас. Может, не звучно было, но сейчас оно именно для вас. Муан, продолжай жить. Вы скажете, Лена, как тебе легко стало? Как-то год прошёл почти, 12 января в этом году, 2023, будет ровно год. Вы знаете, к этому я долго шла. Я не знала, как я этот год буду отмечать, как я буду опять праздновать вот эту жизнь, вспоминать о моем муже. И очень много вариантов было у меня. Но в этом году, вот мне пришло на сердце одна мысль. Пригласить ячейку, в которой я уже была два раза, Бог мне подарил прекрасных людей, с новой церкви, куда вот я определилась, и ходить, и эта церковь быстро растущая, новая, минут 20 от меня, Эртур Симоньян, пастырь, который здесь, Веннис, Флорида, Джизус Чорч, основал эту церковь. И очень много, много прекрасных семей, прекрасных людей, горящих для Бога. Вы знаете, вот благодаря этому, когда я искала, я знала, мне надо, в первую очередь, быть поставлено твёрдо в церкви, ходить в церковь, быть там, там, где именно моё сердце, не там, где мне сказали, а там, где моё сердце меня влечёт. И я посещала много церквей, американские и русские, здесь, вот протяжение, уже после того, как мой Витенька ушёл к Господу, в течение года, и говорил, Господь, Ты меня направ, потому что я не могу внутри, всё нравится, всё хорошо, но сердце не говорит, что здесь. А здесь именно уже я ждала, говорила, что будет открытие, говорили ещё, когда мой муж был болен, ещё это было в прошлом году, где-то в ноябре, или в начале декабря, говорили, что вот планируется, сейчас только ячейки проходят. И я как-то ждала того, чтобы мне уже войти, войти в Дом Божий. И вы знаете, слава Богу за то, что это произошло. Это для меня огромная поддержка. И я начала ходить на молитвы, которые объявили, я с радостью это приняла, как бальзам, на мою душу с утра 7.30 до 9.30, с понедельника, повторник, проходят молитвы утренние. И мне как раз получается именно утром ходить на молитвы в течение недели, в будние дни. И я беру моего сына с особыми нуждами, и я уже утром просыпаюсь с целью, и вечером готовлюсь, с целью. Я иду в Дом Божий молиться. Вы знаете, можно молиться дома, и нужно. Особенно, когда ты в горе, когда ты в болях, в скорби. Стены как-то вот дома, плача, очень низко опускаются. Туча какая-то вот бывает, вот так находит, печали, горе. И тяжело даже как-то сбросить это с себя, потому что все напоминает о том, о любимом. Напоминает все о том, что здесь была рука, вот здесь вот эта мебель поставил муж, эту картину повесил муж, вот это его вещи, вот этой чашечки он пил, вот это вот его обувь, это его стул, на котором он сидел, это его любимое видео, или что-то, офис, например, да, его библия, с которой он работал. И как-то трудно бывает дома молиться, но я с радостью утром иду на молитву Дом Божий. Будние дни, каждое утро, и вы знаете, там я могу пред Богом пристать, и плакать, и поклоняться, и принимать Его любовь, утешение, в corporate anointing, такое корпоративное помазание, когда все вместе, где дом и стены Бога пропит, стены Дома Божьего, Бог Сам, Дух Святой, Иисус Христос пропитал стены, и когда ты заходишь туда, вы знаете, даже когда я захожу в само здание церкви, и как только открываю двери в зал, где происходит служение, в sanctuary, сразу чувствую, у меня сердце уже готово, такое как будто вот веяние, как будто вот так воздух за таким сквозняком меня как будто обдаёт таким присутствием Божьим, как только я вхожу в этот sanctuary, там где люди молятся, и я уже чувствую, что вот это помазание, это присутствие Духа Святого, как мне надо, и как елей надо, как помазание, и я так благодарна Богу за эту возможность, которая мне уже помогает держать это исцеление, держать эту победу, есть горе, есть печаль, есть скорь, говорит, поймите правильно, но я ищу того, что мне поможет жить дальше, жить же мне никто не отменял, никто не сказал, Лена, муж умер, да ваша стебя, как раньше, во время каких-то прошлых феодальных периодов, и жену хоронили вместе с её мужем, с вещами, с едой, с драгоценностями, даже слух туда посылали, закрывали эти гробницы, и всё, чтобы там как бы какое-то поверье было, чтобы и жена там была у того умершего, мёртвого, какого-то там богача, например, так я понимаю, так богачей хоронили, но здесь нет такого, слава Богу, но мы можем заживо себя так в пещере похоронить вместе с умершим нашим мужем или близким. Правильно ли это, зная то, что Дух Святой воскрешает? Не лучше ли искать воскрешение? Не лучше ли ждать, прося Бога этого момента, чтобы воскресить и говорить, что Бог воскресил вас и воскресил ваше духовное состояние на тот уровень, искать Господь, Ты дал мне мужа, Ты дал мне жену, Ты дал мне сестру, дал брата, детей, Ты дал. Вы знаете, сколько миллион людей на планете, вы же могли бы другого мужчину встретить или молодого парня в то время и выйти замуж, правда? А именно этот человек, который сейчас у Господа был встречен вами, дорогие вдовушки, это Божье такое вот проведение. И когда Бог уже запланировал вашу встречу, Он знал кончину, кончину вашего мужа, кончину ваших близких, родных, ваших детей. Также для мамочек, те, которые потеряли своих деток, я не знаю, что такое потерять ребёнка, но я могу хоть немножко понять вашу боль, дорогие родители. Боль, потому что у меня сын особи нуждами, это моя боль, но я сейчас научилась нести её к Богу. Вы не представляете, что я переживала внутри. Мой муж ждал сына, он хотел вложить в него всё, что он только научился. Он хотел, чтобы он был сильным, он хотел, чтобы он был рядом с его сыном, научил ему отстаивать его права, чтобы он сам защищался, не давал себя в обиду. Хотел говорить, я хочу, чтобы он даже был солдат, чтобы он пошёл в армию, как я. У него были такие мечты для его будущего сына. Родился сын, и прошло некоторое время, по некоторым определённым причинам начал развиваться аутизм. Я не могу это озвучить, и это будет неправильно сейчас тут озвучить, но я скажу, по некоторым определённым мешательствам медицинским произошёл аутизм. И я помогла к пяти годам моего сына, и, казалось бы, враг забрал, враг украл. И было очень много недоразумений, разочарований, боли. Муж молился, постился неделями, и днями, на многом, много-много, на протяжении лет 20-15 точно, что Бог его, моего сына Марка, освободил, исцелил. Он мне говорил, небо молчит. Сейчас мой муж у Господа. И вы знаете, когда я так рассуждала и думала, может, кому-то это поможет. Я не знаю, кто будет смотреть. Друзья, делитесь этим видео, не ленитесь, делитесь. Может, вам неинтересно, или хоть немножко интересно, может, кто-то, кто у вас на страничке, нуждается в этом слове. Мне пришло на мысль, когда уже муж был у Господа, я так рассуждала, думаю, Господь, вот столько потерь было мужа в жизни. Он так воевал, он столько молился, постился, и за финансы, и за бизнес свой, и за ребёнка, за детей, особенно за Марка. И вот была потеря его здоровья, даже потеря его жизни. Как-то вот, Господь, ну почему столько потерь? Но он же воевал, он не бездействовал. Мой муж не бездействовал, он никогда не был ленив ни в духовном, ни в физическом, ни в прилежной во всём, везде. Большая была, у него было большое желание жить, большое желание творить и жить для Бога, всем его естеством. И он также наставлял детей, молился о них, постился. И вот о моём сыне Марке, когда ушёл Витенька на небо, я рассуждала о этих потерях. Думаю, Господь, он даже не насладился вот этим, чем он хотел, чтобы у него был полноценный сын. Он даже этим не мог насладиться. Почему так, Господь? Почему так? Он так разочарован был. Ему было больно видеть, что он… Трое детей у нас, двое девочек старших, младший Марк, ему 26 сейчас. Витенька ушёл на небо тогда, когда Марку был 25, в прошлом году. И я вам скажу, друзья, мне пришло, наверное, я думаю, этот Дух Святой, откровение такое, оно может покаяться вам довольно-таки простым, но мне оно пришло так. Бог сказал, что утрёт всякую слезу на небе. Это не просто, он так возьмёт промокашечку, да, и так слёзки повытирал, уже тебе не больно, уже ты в Любви Божьей, ты уже на небе, ты уже перешёл этот путь, барьер, ты был испытан, ты был проверен, ты был очищен огнём, и теперь ты спасён. Но он по-другому, я поняла, особенно в этой сфере, где дети с особыми нуждами. Для Бога эти дети полноценны, и мы должны смотреть на них, помогая им здесь с их нуждами, с их инвалидностью, веря. Надежда не постыжает, как говорила моя мама, я много раз это повторяю, моя мамочка говорила, надежда никогда не постыжает, даже если она здесь не сбылась. Здесь жизнь очень коротка, очень такая коротенькая. Нам кажется, мы потеряли наших близких, всё уже, навеки веков не увидимся. Мы потеряли на земле, но небо их приобрело. И эта жизнь такая короткая, что, как мне муж сказал при уходе своём, перед тем, как он уходил, говорит, «Алёна, мы скоро встретимся». Он мне дал эту надежду, потому что я спрашивала, «Как я без тебя? Как я без тебя?» Так вот, мы скоро встретимся, и на небе Бог даёт такой подарок. Меня такое представило себе. Мой муж уже знает, что его сын, у него он есть, полноценный. И когда придёт время моему сыну Марку встретиться на небе с его отцом, он туда придёт полноценным, здравым, придёт с очищенным святым моряки сосночек. Вот мой сын Марк. Привет. Нагни, сыночек. Скажи «Привет всем». Привет. Привет. Скажи «Привет». Я вас люблю. Привет. Привет. Морячек, ты хочешь благословить людей? Скажи «Да, благословить». Годи тебя, Господь, и сломи тебя. Годи тебя, Господь, сын Рисусси, и помилуй тебя. Да, притя, Господь, все свеет тебя. И даст тебе мир. Аминь. Как мне говорили мои дети, говорит, наш Марк, самый спасённый Марк в нашей семье. Вот такое благословение от Марка. Да, благословит тебя Господь, помилует тебя, презрит на тебя Господь. Это то, что научил его дедушка, дедушка Валера. Это мой отец, научил Марка вот в прошлом году много-много таких вот очень хороших стихов и маленьких песен духовной литературы. И этим самым я знаю, что Марк тоже внутри растёт духовно, на его уровне. Он любит Господа, он любит своё прославление, он даже плачет, когда включает, находит на YouTube об исцелении, о присутствии Духа Святого, особенно Ран Кенолы, когда поёт, делает свои концерты христианские. Он пропитанный, мой сын Марк чувствует это присутствие, он пропитан этим присутствием Духа Святого. И смотрю, сидит и плачет, то его касается Дух Святой. Это очень хорошо, когда мы направляем наших детей в эту сторону. Также хочу вам сказать, дорогие друзья, что дети, которые с особыми нуждами, очень часто мы как-то, нам трудно, нам больно. Это очень сложный труд, это очень тяжёлый труд, это труд, который даёт нам, как сказать, не то, что даёт, но учит, учит нас, другому опыту. Те, у кого не было детей с особыми нуждами, те не знают, что это такое. Но Марк именно, как я поняла, раньше я думала, что это проклятие, потому что такие дети, ну, как-то так вот понимала, Господи, что я плохого сделала, что мы плохого сделали, что так вот своим Марком случилось. А теперь я вижу, что это в такое благословение, потому что мы испытываемся, мы испытываемся через ситуации, которые Бог нам в жизни как-то допускает или получается так вот у нас. Да, сыночек? Красиво, да. Он принёс мне свой таблет, сейчас, минуточку, друзья, я включу ему его таблет, тут паспорт введу, он всегда приходит ко мне, чтобы я ему немножечко дала время посмотреть, и ему скучно, когда я здесь с вами, и он сейчас уже на YouTube выйдет, сыночек, смотри прославление, окей? Окей? Watch worship. I have worship. Worship. There you go. Okay, thank you. Спасибо, извините. И я очень рада тому, что я могу вам поделиться вот в таких домашних условиях, у меня сын тут саморядом, он приходит, здоровается. Это очень хорошо, что вы это видите, потому что мы не должны наших детей прятать, никаких, тем более детей с особыми нуждами. Мы даже нашему, также христианскому миру показать, что вы должны уметь также таким детям оказывать внимание, любовь, и молиться за них. Вы знаете, я беру Марка на молитвы, в последнее время, и я смотрю, что Бог побуждает людей подходить. Я молюсь, когда молятся о детях, на молитвах я прихожу, возлагаю руки на моего сына, на его голову, там же во время молитвы в церкви, и молюсь за него, говорю, Господь, коснись, пошли твой мир, твою любовь, помазание. И уже другие люди подходят и также говорят, Марк, you're my friend. Может, у него друзей нет? Единственный такой друг у него, и друзья — это наша семья. Мой муж был, он его многому научил, также мои дети, они очень его любят. Глорушка, она с нами живёт, очень его любит. Юлечка, она сейчас в Австралии, живёт своей семьёй, она тоже очень Марка любит. И мы как-то, вот сказать, семейные, но нам хочется иметь других друзей, правда? И вот для каждого из нас важно иметь друзей, особенно для детей с особыми нуждами. Они не немые к этому, они чувствительные, они просто не все могут всё высказать, но они всё понимают, они чувствуют. И вот эта любовь Бога, когда у нас просыпается, к таким детям, мы должны понимать, что на нас смотрит Бог. И вот они самые близкие к Богу, эти дети, с особыми нуждами. Бог по-особенному их любит, и по-особенному учит меня, мать, как помочь моему сыну и не пренебрегать им, не прятать его, а любить его, и помогать ему быть по-английски, мы говорим, social appropriate. Мы над этим работаем, и мой муж над этим работал, я работаю, в школе работали, чтобы они понимали, как вести себя в обществе. И это труд, это труд, уже 26 лет, и это труд. И Бог помогает. Вы знаете, вот когда придёт на небо мой сын, придёт его время, мы же не вечные здесь, мы это все знаем, только об этом не хотим только раздумать. А я понимаю, что уже мой муж понимает и знает уже там, а мне тут Дух Святой дал понять, он уже радуется о том, что Бог ему дал здесь сына, он мечтал о медсена. И здесь он был в другой обёртке пришёл, может, не настолько праздничной. Пришло разочарование, когда определили, что у него аутизм, что у него delays, intellectual delays. Но я вам скажу, друзья, для Бога это нет, не так. На небе Бог отрёт слезу с отчей отцов, матерей, тех, кто как-то вот томились здесь. Во-первых, будет великая награда каждому из вас, мамочке и отце, о том, что вы этих детей не выбросили, не сдали, не отдали, как бы вот не перечеркнули, аборт не сделали, когда вам говорили, что делайте аборт, там ребёнок всё там так и так и так. Так вы решили, что жизнь, если бьётся сердце, ребёнок рождается, а Господь поможет и пошлёт силы, мудрости. Это труд, это нелегко, я это лично знаю. Но я также понимаю, что когда придёт мой сынок к Иисусу, в его обятия, среди Божьей любви нет болезней, ни умственных, ни физических, ни эмоциональных болей. Придёт туда, и муж его встретит, и будет там дальше продолжать воспитывать, взращивать на том уровне, на котором мой сын против исцелённый, выращивать, взращивать, выращивать своего сына. Вот так Бог утирает слезу сочей на небе. Он там восстанавливает и даёт то, что здесь было потеряно. И если не на земле мы это получим, обязательно это будет в небе, обязательно это будет там. Вы знаете, вот хотелось другим выйти с сообщением, а мне ещё Дух Святой повёл вот в этом направлении говорить о взаимоотношениях отца и сына или детей с особыми нуждами с отцом. Может, кому-то это надо, я не знаю. Но сегодня тема ещё такая, что я готовлюсь к отметить дату, как по-английски говорят celebration of life год спустя, после того, как мой муж ушёл царствовать, не мучиться, а царствовать с Богом. А здесь я должна была и да ещё прохожу на другом уровне, но прохожу этот путик, я говорю, вера Делароса, ибо я проверяюсь на уровне таком, как я буду верна Господу. Вы знаете, мне сегодня также спрашивала одна из вдовушек, я очень благодарна ей. И ещё была одна женщина, которая также меня сейчас смотрит, Ирочка с Турции, она тоже вдовушка, я о ней часто говорю, она позволяет мне говорить о ней. И я скажу, что я очень благодарна моим драгоценным вдовушкам и другим, которым я общаюсь, которые мне звонят, пишут о том, что мы ищем общение, чтобы друг друга как-то поддержать, чтобы спросить, а ты так себя чувствуешь, ты тоже так это проходишь, а как ты прошла? Мне уже говорила сегодня одна прекрасная, молодая вдовушка, вот Лена, ты уже выходишь с этого. Как ты думаешь, как ты чувствуешь, что помогло тебе, особенно первые дни пройти, я вам скажу, что помогло. Я говорила, слушай, духовность в первую очередь, она говорит, нет, давай вот не от духовности, какие другие вещи, такие материальные, что помогло тебе выйти, что помогло тебе выходить, не оставаться, не впадать в глубокую депрессию, что помогло тебе, вот этот год будет, через несколько дней, на следующей неделе. Она говорит, я вижу, как ты растёшь, я вижу, как ты уже выходишь, как ты, что ты делала? Я говорю, конечно, я работала, физически я работала, я ходила на работу физически, не была работа дома, это мне помогло. Мне не надо было, как бы вот все в доме, есть многие работают, тоже отвлекает работа, но вот меня больше всего, как я понимаю, когда можно работать вне дома, я работала на то время операционной медсестрой, и мне приходилось переключаться. Очень было сложно встать с кровати, дойти к шауру и принять это душ, очень сложно было, тяжело было подняться, эмоционально тяжело, не говоря о физических состояниях, не говоря о том, что ты истощён от горевания, от боли. Но после того, как приняв шаур, какое-то немножко маленькое дыхание приходило, и затем, когда уже я выходила из дома, садилась в машину, ехала на работу, молилась Богу, просила благословения на рабочий день, на мои руки, на моих пациентов, на докторов, на моих сотрудников, с которыми я работала на то время. И уже когда я входила в здание моей клиники, вы знаете, я чувствовала уже, что Бог помогает мне, помогал мне переключаться. Это очень помогало мне. То есть на работе в другой раз я говорю, как ты, Лена? Я говорю, это лучшее место, где я могу быть сегодня, работать. То есть работа помогала. Не зацикливаться, не сидеть на одном месте, как можно побыстрее, насколько есть такая возможность. Через месяц, две недели, кто через два месяца. Я где-то через месяц, после того, как Витенька ушёл, Господу, вышла на работу. И вы знаете, это мне помогало. Помогало также мне, что вот эти мои выходы на Facebook, в соцсети. Мне лично это помогало, потому что я всегда выходила, как я уже говорила в начале, в процессе моего и радости, и горести, и переживаний, и болезни Витеньки, и по поводу детей с своими нуждами. Я выходила и делилась, даже вот когда всё было очень даже хорошо. И я решила выходить и пошагово делиться моими передачами с Ольгой Янищенко, которая является основателем «Открытое сердце». Я являюсь частью этого служения «Открытое сердце». Мы с ней часто выходили раньше, и особенно вот с моей уже, в моём статусе вдовы, под такой рубрикой, как вот «Женское мужество, смерть мужа». Я делилась очень сложными шагами, шагами, которые я делала в жизни моей, как я проходила, что надо говорить, что не надо говорить вдове, что надо делать, и как выходить с этой ситуацией, которая просто буквально втягивает трясина, бездонная какая-то, вот нет почвы, чтобы опереться. Я вам говорю, друзья, я делилась и делюсь дальше. Сейчас Бог помог мне выйти на такой уровень, где я могу об этом говорить уже не плача, но я скорблю в душе. Я скорблю, но я вам скажу, друзья, я напоминаю себе, я нашла уже моменты, вот эти инструменты в жизни, которые Бог мне дал приобрести, в процессе моей жизни, эти инструменты, которыми Бог помог мне выходить из других ситуаций. Я нашла их, тоже применяю, и новые добавила, эти вот инструменты моего опыта, как выходить из этих ситуаций, не впадать в ту депрессию. Откуда некому тебя вытащить? Ну кто себя вытащит оттуда? У меня уже нет рядом мужа, который был меня оттуда вытянуть, как он вытягивал меня, когда я болела. Вот именно вот такая болезнь была, как я называю, это болезнь, глубокая очень депрессия. В 2007 году я об этом делилась раньше, и в некоторых моих видео тоже делилась. И мне именно был рядом Бог, и мой муж, и мне было на кого-то опереться рядом физически. И я понимаю теперь, насколько опасно не впадать депрессию, потому что дьявол, я бы так сказала, тут как тут. И очень трудно строить тот дом веры, этот фундамент веры, дом на фундаменте веры, когда может её не было такого хорошего основания. Я знаю, что это такое, у меня это было. И одной рукой воевать, читать Библию, искать присутствие Божие, а другой рукой строить. И происходит жизнь, где ты должен смотреть за домом, за своими финансами, всё оплачивать, за сыном, за детьми, у каждого разные обязанности. Быть, никто не отменял Билова, никто не отменял таких высоких житейских вопросов решать. Только чего стоит почту разобрать, которая накапливается, и там поотвечать. Только чего стоит целый год разбираться, когда человек уходит с земли к Господу. Всё остаётся тоже разгребать. И делать правильные звонки, набирать себе много сил, эмоций. Это делать, это год берёт минимум, чтобы это всё разгрести. Если у мужа ещё был бизнес, это вообще сложно. А если жена вообще не вникала никуда, это вообще, как говорится, ну, надо людей много, чтобы помогли. И этот процесс, где ты должен быть сильным, если ты не был никогда раньше как-то вот сильнее таким духом, сложно это сделать. Но возможно, возможно. Здесь, конечно, срабатывает сила воли. Имеет ли человек силу воли? Это тоже много значит. Вы знаете, не допустить дьявола и мыслей. Это тоже должна быть такая сила воли. Я же не говорю о духовности, даже о физической. Я так слышала, даже мой муж читал одну историю и мне рассказывал, когда человека освобождали от такого, молились за него, чтобы Бог освободил, от какого-то вот то ли пристрастия, то ли какой-то проблемы, от бесов. И когда молились, то спрашивали, как это так произошло, что ты бесцелился в этого человека? Он говорит, этого человека вообще не было силы воли. Он вообще как-то ни к чему, типа как и ни рыба, и ни мясо, как двери были открыты. То есть даже вот эта защита психологическая, иметь силу воли, не допустить истерики, уныния, не допустить такое погружение себя полностью с головой на дно какое-то озеро, океан, какой-то мутий. Это тоже должно иметь какая-то сила воли. А если её нет, надо вырабатывать, надо выходить с этих стен, плача дома, выходить на улицу. Многие из моих вдовушек свидетельствовали, они выходили на океан, выходили к речке, выходили на природу. То есть находили какие-то кошечек, собачек бездомных, кормили, если уже ничего не было. Я так вот слышу, вот так делают некоторые вдовушки. Те там какой-то посвящают себя, какие-то вот что-то делают для кого-то приятное. Кто-то в церкви начнет вовлекать себя очень сильно. Конечно, всё сразу сделать нельзя. Всё сразу как-то подняться так нельзя. Но в процессе мы должны себе задать какую-то цель. Я понимала, как это мне вот Бог дал. Бог дал вот такую, я называю это мудростью, чтобы заранее планировать, будет такая-то дата. Как мне к этому готовиться? Чтобы я не впала в депрессию и не рыдала в постели, в пижаме, не купанная, не умытая, голодная, зубы не почищенные, чтобы я валялась в постели в какое-то определённое событие и не захотела вылазить оттуда. Я знала, это не Божья воля, и тем более, это даже не была воля моего мужа, он бы ни за что не хотел меня такое увидеть в таком состоянии. И я там внутри понимала, что мне надо что-то предпринимать, что-то, как по-английски говорят, something to look forward to, что-то, к чему я могу уже планировать, что-то могу ожидать. И такие вещи, например, я вот планировала, например, выйти в какой-то маленький ресторанчик, я кого-то приглашала, или с моими родителями, или с моими детьми, или пригласить кого-то к себе. Например, вот 12 января у меня будет, я пригласила уже сегодня, разослала приглашение друзьям здесь, которые близко живут, с нашей ячейки, чтобы они пришли, и уже, я смотрю, люди мне ответили, подтвердили, что придут. И вот это новое ячейки, которое меня познакомили, я говорю, там всего лишь было два раза, и люди придут здесь в мой дом, в дом печали, который я хочу, чтобы этот дом был пропитан радостью Духа Святого, чтобы эти стены моего дома здесь были пропитаны помазанием, благословением. Я хочу, чтобы мои друзья благословили здесь меня, мои новые друзья. Я даже их раньше не знала, они согласились прийти, я объяснила им ситуацию, говорю, это не будет как поминки. Они спрашивают, Лена, это будут поминки? Я говорю, нет, это будет celebration of life. Я написала, что мы будем прославлять Бога, люди придут с гитарой, мы будем играть, у меня стоит пианино, который муж сюда перевёз, рояль, кстати, который муж перевёз, оригонок, когда мы переезжали во Флориду, он именно для меня её перевёз, мои дети учились на ней играть, но я не училась, он сказал, знал моё желание и ради меня перевёз, и здесь этот рояль будет служить тем инструментом, где будет прославляться слово Бога имя, и его слово будет провозглашаться в моём доме, чтобы наполнил мой дом Бог радостью. Это я сделала такой план, и мне Бог не так уж давно дал такой план в сердце, где-то, по-моему, недельки полторы назад, потому что я не знала, как этот год отмечать, что я буду делать, и не хотела проплакать весь день, всё утро на кладбище, на могиле мужа, которого там нет, как мне Витенька сказал, «Не бегай на кладбище, меня там нет!» Это он мне сказал перед смертью. И вот эти все направления, друзья, жёны дорогие, если вы бегаете к своим мужьям и сильно часто, я понимаю, что болит, я понимаю, что вначале это сложно не пойти, но уже когда-то годами вы понимаете то, что ваш муж, ваша жена, ваш ребёнок, там просто его, то, с чем вы знакомы были, его одежда, можно сказать, телесная, его дух радуется вместе со Спасителем, который спас его, и они хотят видеть нас здесь, надеющимися на вечную встречу, на встречу с Богом. Они хотят видеть нас верными Богу. Бог хочет видеть нас верными Ему, не в терзании. Говорят, что я буду делать? Я буду плакать, я буду рыдать. Что я буду делать? Я не могу, я не могу выдержать. Друзья, где же наша вера? Надо стремиться, надо учиться в самому себе иметь желание. Вы знаете, то, что я вам говорю, оно не пришло просто так мне. Это не потому, что я не любила мужа. Я его до сих пор люблю. Я даже сейчас, когда что-то говорю моему мужу, я говорю, «Виктор сказал». Виктор говорит, да? Виктор говорит, иногда скажу, «Он сказал так и так», но часто говорю, «В настоящем времени». Виктор говорит, потому что внутри у меня ещё нет этого разделения. Я понимаю, что его нет, но внутри, как говорится, моё состояние, моя душа, ещё говорится, «got married», ещё в браке. потому что это сложно оторвать. 32 года и 3 месяца, это сложно так просто. Но попытки мы должны делать, каждый из нас должен делать попытки к тому, чтобы приближать Царство Божие, небо в наш дом, в наше сердце. Бывает, утром просыпаюсь очень тяжело. Я сегодня утром проснулась, так смотрю, печаль навевается, грусть навевается. Вы знаете, целую ночь я спала, слушала проповедника, включила на YouTube, и вот так вот одна проповедь заканчивалась, другая начиналась, и я просыпалась, и мне было так сегодня, именно ночь эту, коротать очень таким образом легко. Я только уже выключила YouTube где-то в часов 5 утра. С вечера, где-то с 11 до 5, непрерывно, непрерывно было. Вот Слово Божие, в спальне, где я спала, и меня этот Дух наполняло. Я поняла, это один из тех инструментов, из тех тул, с которыми мне нужны, чтобы я могла утром проснуться легче, чтобы мне наполнил Дух Святой в моем сердце, чтобы вытеснило помазание, вытеснило скорбь и печаль, насколько это возможно. И для этого есть эти навыки, мы должны их использовать. Кто-то использует прославительные песни, кто-то использует открытую Библию для себя ложит. Как вам подсказывает сердце? У меня есть прекрасное предложение для вас, дорогие. Напишите мне внизу ваш маленький опыт, если вы можете, что вы проходите, что вам помогло. Даже вот в этом видео, которое я записываю, что именно вас коснулось. Потому что я выхожу здесь не для себя. Я выхожу по побуждению Духа Святого, поделиться с вами моим опытом, моими радостями, маленькими, как крупиночки я сейчас собираю в моей печали. Прошел год, и я начинаю смотреть, Бог, что ты в этом году, за этот год? Как ты мне помог? Бог послал людей. Вы знаете, людей Бог посылает в каждый сезон. Бывает, люди приходят на какой-то момент и уходят. Вы думаете, где же вы делись? Почему же вы не приходите больше? Вы же помогали. Помогали в процессе, когда муж болел, помогали, когда было сложно, помогали при похоронах, помогали… А где вы делись? Вы знаете, надо уметь так же понимать, что Бог посылает других людей, посылает тех, которые в этот сезон вам могут больше помочь. Даже родственники в один сезон помогли, если они уже ушли, не появились, благословляйте их. Мне раньше было обидно, я обижалась. Почему те, друзья, те родственники с той стороны, с той стороны? Но потом я поняла, что есть сезоны, когда Бог посылает своих людей в сезон помочь, потом этот сезон уходит, и есть другие люди, мы должны их замечать, и благодарить Бога за них, и учиться, и учить других, как проходить этот путь. И надеюсь, что этот путь, который я описываю свой, будет кому-то в помощь, в поддержку. Самое главное, когда вы чувствуете печаль и горе, находите какую-то зацепку, чтобы с кем-то поделиться, кому-то позвонить, выйти из дома, как-то вот даже самого себя заставить выйти. Другие говорят, я не нормально дома внутри, если вам нормально, уютно, нет проблем. Это у вас вот такой путь, но не замыкайтесь в себе, общайтесь с другими, звоните, вам звонят, отвечайте на звонки, слушайте то слово, которое вас пропитает. Но все равно, моя главная вот такая вот нитью я хочу протянуть. Для каждого из тех людей, кто печаль и горечи, не сидите тупо в доме, просто вот не сидите, делайте что-то, занимайтесь чем-то, может, даже какой-то коллаж делайте, может, чем-то займитесь, если вы не работаете тем, что будет вас отвлекать, как одна женщина мне говорит, я начала кормить бездомных кошечек и собачек выходить, может, если я не покормлю, я знаю, что уже никто не выйдет, не покормит. То, что вас отвлекает, делайте, а это поможет пройти какой-то путь, служите, пишите, записывайте передачи, может, если вы можете выйти в эфир, если не можете, пишите какую-то вот книжку, какую-то тетрадку возьмите, начните писать свои чувства, может, у кого-то стихи, у кого-то проза, вы знаете, я писала стихи, пишу, мне легче, так, мне легче, когда я пишу стихи, и я делюсь с вами, дорогие друзья, на любом этапе, смотрю, что Бог помогает мне расти постепенно и выходить с этого положения скорби, печали, постепенно, есть чудеса, есть чудо, произошло со мной 21 декабря, в прошлом году Бог освободил от боли, это было чудо, утром, просто утром проснулась и легкость, но у меня осталась печаль и скорбь, и я учусь сейчас вместе с ней, вы знаете, напоминает мне, что печаль и скорбь, очень такой примитивный пример, я вам скажу, напоминает мне пыль, вот мы вытираем дома нашу мебель, красиво, да, вот как будто вот всё ушло, возвращаемся на завтра, послезавтра, опять пыль, опять вытираем, у нас уже методы есть, как мы вытираем, когда мы вытираем, что мы используем, и мы ожидаем, что пыль будет, то есть я ожидаю, что печаль будет, она как налёт такой на душу, какой-то серый такой налёт, и если его не убирать через Слово Божье, через общение с правильными людьми и друзьями, потому что мы не можем только духовными путями выживать, у нас также есть и физические потребности, эмоциональные, мы состоим из духа, души и тела, на всех трёх физическом уровне, духовном и душевном, мы должны находить на всех этих уровнях какую-то поддержку во время горя и печали, не только духовность, и не только физическое какое-то отвлечение, как там работа или забота о ближних, о детях, и не только какое-то вот такое вот душевное, например, физическое, чем я себе помогала. Мне сказала одна прекрасная женщина, где-то вот было недели две, после того, как мой муж ушёл к Господу, меня пригласили на женский ретрит, это было в начале февраля, и за меня даже заплатили, и даже вписали меня туда, когда уже там, ну, уже не принимали никого. Это было отдельно, недалеко от меня, минут сорок ехать, там уже в готеле распределены были комнаты, уже спикеры были, и меня вписали, сказали, что вот такая женщина потеряла мужа, муж ушёл к Господу, и её, ну, она хочет участвовать. И мне было даже больно сесть за руль и ехать туда, потому что я понимала, что оно мне как бы внутри горе, печаль, мне как надо общаться с людьми, и я всё равно поехала, заставила себя, поехала. И я когда приехала туда, я вам скажу, друзья, у меня там была женщина, которая меня знала, одна-единственная женщина, которая меня там знала, которая меня и вписала туда, моя подружечка Елена Мэй, она моя hairdresser, прекрасная женщина, и она посодействовала этому. И я благодарю ей за это её расположение, что она посодействовала, и она даже поучаствовала и финансово, и в других ситуациях, таких вот, всё, что мне надо было, чтобы даже меня не напрягать, чтобы я просто пришла и принимала это помазание. И когда я вошла вот в этот зал потом, я сидела и полностью погрузила, слушала Слово Божие. Да, мысли были разные, но я напрягала разум, чтобы слушать то, о чём говорят. Когда звали на молитву, вы знаете, я вылетала первая, я становилась на колени, поднимала руки к Богу и говорила, «Господь, помоги, измени меня!» За меня молились, за меня меня помазывали, мне говорили, что я буду в служении, мне Бог говорил ко мне. Вы знаете, я была в позиции, чтобы получить, чтобы получить это благословение. Я заставила себя две недели после смерти мужа, я заставила себя, я поняла, что мне надо выходить. И вы знаете, вот благодаря этому, благодаря тому, что Бог мне вот дал такое как-то понимание, что мне надо выходить из этого моего вот дома печали, идти там, где Слово Божие. Есть такая возможность, кстати, я даже попросила. Я помню, мы пришли к моей хердрессе, Леночке, Ирина Мэй, и она говорит, что вот такая, такая будет скоро конференция, ретрит. И я спросила, а можно мне? Кстати, я даже вот, я вспомнила сейчас, я спросила, я первая спросила. И тогда уже мне, Леночка, помогла меня тогда устроить, как сказать, определить меня, можно сказать. Вот такой вот выход, первые моменты мне очень помог. И я потом, позже, когда мне на этом же вот ретрите сказала одна женщина, что есть такая клиника в Сарасоте, Флорида, Рестор, которая помогает обновлять силы, укрепляет иммунитет при помощи того, что вливают витамины, внутривенно витамины вливают. Там только надо некоторое, вначале проверить у доктора, чтобы доктор в этой клинике мог подтвердить, что ты уже как бы имеешь право принимать те иные лекарства, не таких аллергических реакций, не каких-то болезней, которые могут там препятствовать в принятии того или иного витамина. И я на протяжении пяти месяцев ходила туда для того, чтобы мне на моём физиологическом уже уровне восстановиться. Потому что столько много времени ухаживая за мужем, помогая мужу, работая на работе, сколько я могла уже работать, ухаживая за сыном с своими нуждами, находила людей, которые могли смотреть за моим сыном. И все другие ситуации, которые требовали много энергии, много эмоций, много сил физических, эмоциональных, даже духовных. Быть рядом, рядом с человеком, с мужем, который болеет, и быть для него крепким, таким вот надёжным. Как муж мне говорил, «Алёна, я смотрю на тебя, и у меня укрепляется вера». Я не паниковала, я не плакала, я не бросалась в отчаяние, я лишних вопросов ему не задавала, в душе у него не копалось, что он переживает. Если он мне что-то говорил, мужчины вообще не любят, что у них в душе копались. И я понимала, я это уважала моего мужа. Но внутри у меня были боли, внутри у меня было, я видела, как муж на глазах тает, и тут тоже эмоциональное сильное истощение. И поэтому на этом физиологическом уровне тоже необходимо иметь вот такую же поддержку. Вот как-то мне люди говорили об этом, а моя могла бы об этой информации так себе где-то и развеяться. Но я это принимала во внимание. Там на ретрит, а там пошла физиологически на таком уровне, где мне вливали витамины, и меня через только полтора месяца я почувствовала какую-то физическую силу. Начало уже восстанавливаться мой организм, мой иммунитет. И я могла дальше двигаться по жизни и работать, и ухаживать за сыном, и работать на работе, и проходить эти горевания. Это печаль. Вы понимаете, на любом уровне мы не можем только зациклиться на духовном. Все эти три уровня, которые я вам сказала, физические, с физиологическим, духовный и душевный, как пойти на встречу с друзьями, пригласить домой, выйти самой куда-то, или с детьми, или сама, на пляж, в лес, ну куда, в парк. Это все присутствует. И когда Бог нам посылает, когда нам звонят, даже если вы не успели в этот момент поднять, или не можете перезвонить там сразу, не забывайте отзванивать, в какой-то момент отписывать людям, чтобы они знали, что вы с ними имеете контакт, общение, какую-то коммуникацию, общение. Потому что люди забывают, два-три раза позвонил, хорошо, если третий раз еще раз позвонил. Это вообще, как говорится, люкс, если третий раз люди позвонили, пригласили, не забыли. Обычно, ну что-то мне звонить, она не отвечает. То есть, вот это главное, чтобы ответ все равно был от вас. Потому что люди могут и молиться, попросите, чтобы за вас молились. И вот это то, что я научилась, как выходить. Я еще не полностью вышла с моего горевания и скорби, но я знаю, что есть исцеляющая Божья сила, которая помогла мне боль исцелить 11 месяцев после того, как муж ушел к Господу. И я знаю, что Бог пошлет мне эту радость, а я ищу, куда я могу себя вложить. Сегодня, сейчас, в эту минуту я вкладываю мой талант, который Бог мне дал говорить, да, дал мне желание, побуждение выйти, я не проигнорировала. У меня было такое колебание сегодня, выйти, не выйти, думаю, даже надо готовиться. Я пришла с спортивного зала, ты надо как бы, ну, все сначала, и спешить четырем часам выйти. Я должна была с Олечкой Онищенко выйти, и у неё не получилось. Она говорит, Лена, выходи сама. Я ей сказала, я не выйду. Ладно уже. А потом думаю, нет, мне на душу пришло, нет, надо выйти, выходи. Тебе надо выйти и рассказать о том, как Господь проводил тебя. И вот поэтому, друзья, мы друг до друга, чтобы друга поддерживать, не топить друг друга, поддерживать. У каждого свой опыт, каждый по-разному переживает. Один будет рыдать, плакать, другой не может плакать. Вы знаете, когда я плачу? Я часто просыпаюсь, что плачу во сне. И именно даже не слёзы текут, а душа плачет. Я даже не знала, сколько когда душа плачет. Даже слышу, что я рыдаю во сне. На физическом уровне мне тяжело было плакать. Я не знаю, почему. Мне кажется, лучше было бы выплакаться. У меня до сих пор нет таких сильных… Вот как бы не было такого, чтобы я упала на могилу или упала на кровать в подушку и нарыдалась от души. Нет такого у меня. И мне даже говорят, Лена, не знаю, хорошо ли это, или это плохо. Я тоже не знаю. Но вы знаете, когда я плачу? Я иду в церковь, Дух Святой касается, и я плачу. Пред Богом слёзы текут, и я говорю, Господи, как я благодарю Тебя за Твое присутствие. Если бы не Дух Святой, то кто утешил бы? И вот мне тогда слёзы текут, и сердце тает, и открывается, и Бог помогает пройти. У меня есть такое место с Писания, которое я хочу вам прочесть. Это к кремлинам, послание, да, к кремлинам. Какая-то здесь глава. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Да, послание к кремлинам святого апостола Павла, 12 глава, с 1 по 2 стишок. Я прочту вам, друзья. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Это то, что мне также даёт поддержку. Какая воля Божья для моей жизни? Его была воля на данный момент, то я осталась одна. Была ли это моя воля? Да нет, конечно. И была ли это воля моего мужа, чтобы я осталась одна? Да нет, конечно. Никто не хотел умирать, никто не хотел терять. Мы хотели жить. Я вообще думала, что со мной никогда не случится. Я слышала и видела, как у моих друзей молодости, приятельниц молодости, мужья ушли года два назад, у кого-то три года назад. Я думала, как они без мужей бедные? Думаю, слава Богу, мой муж со мной. И я благодарила Бога. Как-то думаю, вау, слава Богу, что со мной, Витенька. И как по-английски мы говорим little did I know. Что я знал? Что это и пришло в мой дом. И я проверяю сейчас на твёрдость духа и веры. На чём я твой дом построила? Буду ли я впадать в депрессию, в горе? И продолжать. Ещё год, и два, и три, и четыре, и пять. Скорбеть, кричать. И буду ли я как бы в таком ужасном состоянии? Я не хочу этого допускать. Я хочу обновлять мой разум. Написано в 12 главе 2 стих. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Я поняла, что я должна обновлять мой разум, очищать его. Словом Бога, как вода очищает наше тело. Очищать его каждый день, даже несколько раз на день. Когда вам тяжело и трудно, вы приходите, где-то ездили покупать продукты, где-то на какой-то appointment ездили, где-то ездили в какую-то клинику, визиты какие-то к врачам, к кому-то вы ходили, к лаэрам, к кому бы там вы не ходили, к друзьям. И тяжело. ЗАЖИГАЙТЕ ПОБОЛЬШЕ СВЕТА В ДОМЕ. ЗАЖИГАЙТЕ СВЕЧИ. СВЕТ ДОМА ЗАЖИГАЙТЕ, ЧТОБЫ БЫЛ СВЕТ, ЧТОБЫ ВЫ НЕ СИДЕЛИ В ПОЛУТЕМНОТЕ. БЕРИТЕ, ЛИБО ВКЛЮЧАЙТЕ. КОДА Я НЕ МОГЛА ЧИТАТЬ БИБЛИЮ, МЕ СЛОЖНО БЫЛО ДОГО РАЗ. Я ВКЛЮЧАЛА НА ТЕЛЕВИЗОРЕ, ДЕЛА ПРОДЖЕКС ЮТЮБА, И Я СМОТРЕЛА ТУП ПРОВОСЛАВЛЕНИЕ, ЛИБО СЛОВО ОТ БОГО. МЕЕ СТЕЛИНЫЕ 3-4 ПРОПОВЕДНИКА, КОТОРЫЕ Я ПЕРИОДИЧЕСКИ СЛУШАЮ, В ЗАВИСИМОСТЕ ОТ ТОГО, КОМУ МЕ СЕРДЦЕ ОТКРЫТО НА ТОТ МОМЕНТ. И ДАЖЕ ЗАСЫПАЛО, КОДА СЛУШАЛА В КРЕСЛЕ, САЖЁСЬ И ЗАСЫПАЛО, ОТ ТОГО, НУ ДУХ МОЙ СЛУШАЛ, ДУХ МОЙ СЛУШАЛ. ПОЭТОМУ ДЕЛАЙТЕ ЭТО, СПАСАЙТЕ СВОЙ РАЗУМ, ЧТОБО ОН НЕ ВПАДАЛ В ТАКУЮ ТРАСТИНО, ТО, ЧТО ОТТУДА УЖЕ ВАС НИКТО НЕ ДОСТАНЕТ, ЕСЛИ САМ БОГ ОТ ЧУДОМ НЕ ВЫТАЩИТ. Я ЗНАЮ, ЧЕМ Я ГОВОРЮ, МОЖТО У МЕ ЭТО БЫЛО В ДЕПРЕССИИ, КАК ТОМ МУЖ БЫЛ, ГОВОРИЛ, АЛЕНА, КОДА Я БЫЛА СИНОЙ ДЕПРЕССИИ В 2067 ГОДУ, ГОВОРИТ, НЕ ОПУСКАЙСЯ ТАК НИЗКО В СВОИМ МЫСЛЯХ, Я ТЕБЯ УЖЕ ОТТУДА НЕ ДОСТАНУ. ОН ЭТО ПОНИМАЛ, БУДУЮЩИ ДУХОВНОМ, ГОВОРИТ, НЕДОБЫЛО ОБНОВЛЯТЬ МОЙ РАЗУМ, ЧТО Я И ДЕЛАЛА ТОДА. И У МЕНЯ УЖЕ ИС НАВЫКИ К ЭТОМУ, Я ВОО СЕЙЧАС ЭТО ТОЖЕ ДЕЛАЮ. НЕ УГОДНО БОГУ, КОДА МЫ ВОТ ТАК СКОРБИМ, КАК БУДТО ЧЕЛОВЕК В АД ПОШЁЛ. ВОТ ТАМ УЖЕ Я НЕ ЗНАЮ, Я НЕ ЗНАЮ, КАК БЫ СЕБЯ ВЫВОДИТЬ, ЕСЕЛЬ ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧЕЛОВЕК УШЕЛ В АД. ЭТО УЖЕ КОНЕЦ СИМУ. НО ЕСЕ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ПОШЁЛ, ВАШ МУЖ, ВАШ БЛИЗКИ, ВАШИ ДЕТИ, ПОШЛИ НА НЕБО К ИИСУСУ. И МЫ ТОТ ДОЛГО НЕ ЗАДЕРЖИМСЯ. ДАЖЕ ИСЬ ВЫ ПРОЖИВЕТЕ СТО ДВАЦИТЬ ЛЕТ, ВЫ ХОТИТЕ СКАТЬ ЭТО МНОГО? РАНЬШЕ ЖИЛИ ТЫСЯЧЕ ЛЕТ. АТО НЕ МНОГО. МОЙ МУЖ МЕ СКАЗАЛ, КОДА Я СПРАШИВАЛА, ВИТЕНЬКА, КАК И БЕЗ ТЕБЯ? РАЗ В ТРИ СПРАШИВАЛА. И МЕЖУ ЭТИМИ ВОПРОСАМИ ОМ Е СКАЗАЛ, «АЛЕНА, МЫ СКОРО ВСТРЕТИМСЯ». В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ. ВЫ ЗНАЕТЕ, Я СЛУШАЛА ДО ПРОПОВЕДНИКА НА ДНЯХ. И БРАЛА ПРЯМОТ КОНСПЕРТ, ЗАПИСЫВАЛА СЕБЕ. У МЕЯ ЗАСТАНО, ВОЯ ТЕТРАДКА. И Я ПРЯМОТ ОСТАНАВЛИВАЛА И ЗАПИСЫВАЛА. Это БЫЛО РЕПЛЕЙ-ВИДЕО. И ЧЕЛОВЕК С ПРОПОВЕДНИКАМ, ВДОХНОВЕННЫЙ, ПОМАЗАННЫЙ БОГОМ, ГОВОРИЛ О ДВУХТЫСЯЧЕ ДВАДСТАТИТЕМ ГОДУ. И ОН СКАЗАЛ, ЧТО ЭТОТ ГОД БУЕТ ОЧЕНЬ ГОД, Я СЕЙЧАС ПЕРЕВЕЛА, НЕСПОКОЙНЫЙ ГОД, БОЛЬШЕ СТРАХОВ, БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ, НО НЕ ДЛЯ ВЕРНЫХ ГОСПОДУ. МОЖЕТ, ВОТ ЭТО ПОТРЯСЕНИЕ СМЕРТЬ, Я ТАК ДАЖЕ ДУМАЛА, МОЕГО МУЖА, ВО МНЕ, В МОЕЙ ЖИЗНИ ПОТРЯСЕНИЕ, КАК-ТО ВСТРЯХНУЛО МЕНЯ ЕЩЕ РАЗ, И КАК-ТО ВЗЯЛА ТАК ЗАШИВАРОТ, И ГОДОТ, ИДИ В МОЁ, В МОЕ РУСЛА, БОГ КАК ВЗЯЛ МЕНЯ КАК СТРЕЛУ, ТАК НАТЯНУЛ И ТАК ЗАПУСТИЛ МЕНЯ, ИДИ В СЛОВО, В ЦЕРКОВ, ИЩИ МЕНЯ, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, УКРЕПЛЯЙСЯ, Мы знаем, 21-й год был сложным годом, 20-й год тоже с пандемией был сложный, 22-й, для меня 22-й год, может, для кого-то из вас он был радостным самым, для меня он был ужасным, тяжёлым, но если бы не Бог, если бы не те люди, которые Бог послал в мою жизнь, если бы не мудрость свыше, которую Бог мне давал в процессе моего восстановления, я не знаю, где я была бы, если бы не молитвы мужа обо мне годами, чтобы меня тёпленькую, я не была ни холодная, ни горячая, я была тёпленькая христианочка. Мой муж молился надо мной, руки, я просыпалась, ещё мне было лет 25, я была Юлечка старшая девочка, я была три годика, мы жили в Сакраменто-Калифорнии, в апартаментах, и моего мужа было сильное горячее, такое пробужение к Богу, ещё до того, как мы переехали в Америку, и он с этим вот, так говорится, и всю жизнь был, у него было желание искать Бога, он прямо так захлёбом, таким как бы вот таким огромным присядом, мог 10-20 глав прочитать, он искал Бога, он постился по 25 дней, он постился по 2 понеделья, много часто пред Богом, он его искал, он мне подавал большой пример, мне проповедовал, вы знаете, в пятницу и в субботу, когда у него был дома, когда он не уезжал в поездке, бизнес-поездке, он читал Слово Божие вместе со мной, и говорил, «Алёна, когда я сам читаю, как-то оно по-другому ко мне, когда я читаю вслух, и читаю тебе, такое откровение идёт, как тебя Бог любит, говорил мой муж, я даже завидую по-доброму, что Бог не так ко мне, как тебе, что как Он тебя любит, я чувствую это». А вы знаете, что вот недавно, не так уж недавно, я делилась с некоторыми из вас, по телефону говорила, что Бог именно, я поняла, готовил меня к этому моменту через моего мужа, пробуждал меня, готовил меня через его проповеди ко мне, я ими не пренебрегала, потому что обычно, когда дома проповедуют, ты думаешь, а кто он такой, знаешь его, какие-то погрешности, слабости, потому что дома всё-таки это не то, что тебе со сцены какой-то проповедник, ну не какой-то, простите, проповедник сказал, я имею в виду, которого ты не знаешь, как он дома себя, только жена знает, как проповедник себя ведёт дома или пастырь, а со сцены все святые, кажется, и как бы тогда может легче принимать, а дома муж ведёт слабости жены, а жена слабости мужа, и попробуй проповедуй тогда, да, вот рядом своей супруге, если она не воспринимает, или она как бы тебе указывает пальцем на твои слабости, и мы все люди имеем слабые стороны, мы должны наоборот помочь, помочь расти каждому из наших домашних, расти в Слове Божьем, муж должен помочь жене, а жена помочь мужу, поддержать его, и не упрекать, не укорять, и когда мы, жены, будем понимать наше место, нет, не затурканной быть, нет, не быть какой-то вот дорожкой у порога, о которой ноги вытирают, нет, и не про это, я о том, что когда мы поймём наше место пред Богом, смирении пред Богом, начнём давать уважение нашим мужьям, и слушать, тогда Бог начнёт говорить к нам, в наше же благо, истины, и таким образом Бог да и говорит к мужу, а муж к жене, и мы только раз перекрываем этот источник, воды Божьей, во Слово, жены перекрывают к себе по своей гордости или своему бунту, или своему непокорству, потому что мы что-то не так увидели в наших мужьях, я не говорю о домашнем насилии, не подумайте, я не знаю, как это происходит, я не знаю, я там не была, слава Богу, я там не была, я не знаю, я говорю там, где нормальная протекает супружеская жизнь, всё в ней бывает, и притирание, и любовь, и романтика, опять притирание, и дискуссии, и, может быть, какие-то и ссоры, но я говорю о том, что надо знать нашу позицию, для нашего же добра, Бог сказал, чтобы уважали мы мужей, а мужья любили жен, когда мне муж сказал, Алёна, позволь мне, не в том плане, что он у меня спрашивал разрешение, в том плане, что стань на задний план, ты не первая в моей жизни, Бог первый, чем больше я буду проводить время с Богом, говорил мне мой муж, тем больше я буду тебя любить, я это слово услышала, больше любить, и оно мне так легло вначале, думаю, вау, больше любить, мне было-то лет 25, ну мне это понравилось, как бы думаю, ну раз больше любить, ну ладно уж там, проводи время с Богом, молись, и смотрю, мой муж там читает, читает, потом прославляет, потом выходит в дом, уже на меня руки возлагает, и такой счастливый выходит, и я вам скажу, мы должны понять, если это время мужу с Богом, это время мужу с Богом, в наше же благо, для нас же, чтобы мы не перекрывали благословений для нас, для наших детей, для нашего сердца, и чтобы мы росли, Бог, только раз так работает, а может быть, часто так работает, через наших мужей, для нашего же блага, для блага нашей семьи, наших детей, и сейчас я смотрю, когда вспоминаю о тех моментах, когда муж во мне молился, когда еще была тепленькая, тепленькая христианочка, ни горячая, ни холодная, когда муж мне проповедовал, и я внимала, и слушала, он мне говорил часто, Алёна, слушай, другой раз читает Библию, и я себе заснула уже под вечер, он говорит, это у тебя не то, что надо, ты спишь, когда я читаю Библию, говорит, я тебе говорил, поздни днем, поспи, когда ты не работаешь, минут 20, потому что тебе крепость, да, с тебе и вечером, а ты, говорит, без остановки делаешь то, что ты делаешь, а потом, говорит, ты же пришла возле меня, села, мы читаем Библию, говорит, и ты спишь, он мне этому учил, мало случилось в этом плане, не ходила на минут 20-30 спать, но он мне говорил, нельзя, он как-то баланс учил меня, как бы нельзя так пренебрегать вот такими именно моментами, духовными, и надо слушать, прислушиваться, очень часто к нам Бог говорит через наших мужей, и нам надо это уважать, не пренебрегать, прислушиваться, и я сейчас вспоминаю все эти моменты и благодарю Бога, за то, что Бог мне дал в жизнь моего мужа, вот такого прекрасного мужа, который был служителем, священником в нашем доме, и позаботился в первую очередь о моем духовном состоянии, и Бог позаботился через моего мужа, а если я пренебрегала бы им, где бы была бы сейчас, после смерти моего мужа, год спустя, где был бы фундамент веры, куда бы я поставила вот эти вот свои ноги, на какую опору бы я нашла? Друзья, я буду заканчивать, сильно уже смотрю, много времени прошло, и я благодарю тех, кто оставались до конца, благодарю тех, кто будут делиться этим видео, это от чистого сердца моего к вам, Бог побуждал, я и побуждает выходить, я благодарю Бога за то, что Он даёт эту платформу на страничках Фейсбука, в пространстве, в таком вот соцсетях, где я могу говорить к вам о моих переживаниях, говорить о том, что Бог силен восстанавливать, Бог восстановит тебя, восстановит меня, дайте время себе, ищите и найдёте, стучите и отворится, вы будете просить, и Бог даст, я просила 11 месяцев у Господа, я была в позиции, почему? Потому что я ожидала, ожидания, надежда, благословения вам, дорогие, не забывайте, что Бог на вашей стороне, и в горе, и в печали, нам никто не обещал лёгкую жизнь без печали, кто вам обещал, скажите, Библия обещает нам лёгкую жизнь, без всяких проблем, скорбей, вот просто счастье, а знаете, в чём счастье, я поняла, я этому ещё учусь, друзья, очень часто бывает, ну, как сказать, срываюсь, мир, удержать мир, вот то, что Бог дал этот мир, эту радость, удержать надо её, не поддаваться на какие-то такие эмоциональные, можно сказать, такие вот колебания, потому что дьявол хочет украсить этот мир, который мы устроим, строим, строим, в течение двух недель, двух месяцев, а потом раз в одно время, и говорят, вот такое выражение есть, народное, как вот корова языком слезала, раз, и мир ушёл, если ты расстроился, рассердился, вышел из себя, разгневался, и там наговорил чего угодно и не угодно, вышел из себя, потерял мир, вот держите мир, в этом есть счастье, мир Божий, да пребудет в ваших сердцах, в ваших домах, мир Божий, радость Духа Святого, да посещает вас, наполняет вас, всё, что потеряно в этой жизни, Бог восстановит, если даже не здесь, потому что, когда мы потеряли близких, потеряли близких, Бог тут не может их восстановить, но Дух Святой, вот этот, по-английски мы говорим, воин, эту пустоту восстановит, пустоту заполнит своей радостью, любовью, это берёт время, но это придёт, когда мы будем искать, Бог хочет, чтобы мы его искали, Ему нравится, когда мы его ищем, и когда мы делаем два или три шага к этому, Бог также делает к нам много шагов, то есть Он хочет, чтобы мы начали искать Его, с Богом, дорогие друзья, благословения вам, спасибо, что со мной были, и всего хорошего, с наступившим Новым Годом!